Мы присоединяем к нашему эфиру Богдана Фернса, основателя СД-платформы, кандидата политических наук, эксперта по международным отношениям. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Богдан, давайте оттолкнемся от сюжета. И американские СМИ сообщили, что Байден пообещал Зеленскому, что Украине таки пришлют небольшое количество атакамсов кассетного типа. Если это правда, то почему об этом не было заявлено официально? Возможно, американская пресса обнародовала какой-то секретный план поставок? Ну, вообще, то, что касается поставок военного вооружения, это всегда должно быть частично секретностью. Поэтому, когда меня спрашивали непосредственно после встречи Байдена и Зеленского, почему нам атакамсы не дают, я отвечал, давайте не делать предварительных каких-то таких уже резких выводов, заключений, потому что, в принципе, не все должно быть явным, о чем обсуждают два лидера. Поэтому я ожидаю, что, в принципе, позитивность в решении этого вопроса, она достигнута во время визита. То, что касается сейчас вот таких информационных моментов, ну, я думаю, что для этого есть свои причины. Более четкие в контексте военных вопросов, я думаю, для того, чтобы, как минимум, наши враги не успевали менять базирование тех или иных комплексов своих ввиду возможности их уничтожения. Поэтому разные моменты, нужно понимать специфику, которая существует в контексте военного дела. Ну, и то, что касается политических вопросов, я думаю, для Байдена как бы не так, не столь, так скажем, важно непосредственно заявить после встречи, что вот мы там решили, чтобы это было более эффективно в контексте наших оборонительных и наступательных действий в противостоянии российской агрессии. То есть не только деньги любят тишину. Делаем такой вопрос. Однозначно. Если говорить об итогах визита президента Зеленского и встречи с Байденом, да, одним из главных результатов этого визита будет, нам будет понятен по итогам голосования Конгрессом, да, очередного транша помощи Украине на 24-й год в размере 24 миллиардов долларов. Вы возьметесь предсказать сейчас результат этого голосования? Я не предсказываю, я делаю как бы свои прогнозы, учитывая какой-то там опыт и знания. Я думаю, что в принципе решение должно быть принято, несмотря на то, что действительно там в среде республиканцев есть разные настроения, особенно в контексте избирательных прений. Но нужно понимать, что Байден также рационально подходит к вопросу поддержки Украины. Он понимает, что в принципе чем дальше, тем больше уже США будут углубляться в контекст избирательных вот этих гонок. И перефокус возможен, да, больше на внутренние вопросы, проблемы. Поэтому нужно сейчас максимально уже подготовить более стратегические вот эти планы по финансовой составляющей, по военной составляющей в контексте поддержки Украины. И я думаю, что в принципе вот администрация Байдена сделает максимально для того, чтобы сплотить двупартийную, двупалатную поддержку вокруг этих вопросов. Потому что они в рамках стратегических национальных оборонных стратегий также Соединенных Штатов Америки. И это можно в контексте кампании также использовать для того, чтобы вот объяснять избирателю, почему американцы поддерживают Украину в таких объемах, почему нужно сдерживать автократию и путинизм, как бы, да, в глобальном контексте. И как вы заметили, я надеюсь, как бы вот в последних речах, выступлениях Байден говорит не о том, что он, например, да, как президент предоставляет эту помощь, там, только подписывать те или иные законодательные акты, а американский народ, потому что это все деньги налогоплательщика. И он понимает, что сейчас этот вопрос чувствителен. Некоторые республиканцы, оппоненты, они как бы на этом спекулируют, что вот, да, вот поддержка Украины, это очень большие деньги. Поэтому в коммуникации сейчас демократическая партия и администрация партия максимально фокусируются на том, чтобы объяснять, напоминать американским гражданам, что война, к сожалению, российская, она продолжается, и нужно дальше помогать Украине в этом противостоянии не только между Россией и Украиной, а между цивилизованными демократическими странами и автократами. Ну вот говоря об объемах, о которых вы вспомнили, военной помощи, да, некоторые эксперты говорят, что американских политиков иногда пугает не размер помощи Украине, а некоторая, ну что ли, бессодержательность, растянутость во времени, да, скорее так лучше сказать. Могут ли в Вашингтоне пересмотреть выбранную Байденом стратегию дозированной поддержки Украины? Это если мы, да, забегаем наперед, как бы пытаемся прогнозировать, каким образом выборы будут происходить, какие будут результаты. Я сейчас не рекомендую, как бы, делать такие долгосрочные уже оценки, там, кто будет в овальном кабинете непосредственно после президентских выборов. Нужно понимать, что, в принципе, как бы больше нужно коммуницировать действительно с гражданами, потому что для тех, кто готовит принятие решений, да, вот Пайдену, грубо говоря, или Конгрессу с Сенатом, это, как правило, военные эксперты, это Пентагон, они, в принципе, все понимают, они понимают, насколько тяжело действительно эта война идет, наступательные действия, как сложно без преимущества в воздухе, да, без самолета, без С-16, как бы, уничтожать непосредственно, там, опорные пункты врага, разминировать очень большие площади, которые были русскими, заминировать. Но это сложно, как бы, да, порой объяснять обычным гражданам Соединенных Штатов Америки, которые иногда действительно задаются вопросом, а что там, а почему, да, война до сих пор, как бы, идет, а почему вот, ну, и вот эти вопросы, они должны, как бы, на них нужно находить ответы политикам, потому что это демократическое общество, и, как бы, в демократическом обществе нужно, как бы, все сопоставлять, исходя из целей, задач, в первую очередь, национальных интересов США, а в их национальных интересах, в доктринах, это четко прослеживается, почему Украине нужно помогать. Богдан, вы сказали о том, что там понимают о том, что наше наступление вот такое, как есть, потому что сложно без поддержки в воздухе. Почему тогда решение ПФ-16 принималось так долго? Все ждали такого наступления, такого наступления, но, тем не менее, не давали все ресурсы для него? Я думаю, что вот как с иными средствами военной поддержки, мы помним, с танками, тяжелыми вооружениями, было, в принципе, аналогично. Не сразу наши партнеры начали давать нам в полных, они и сейчас в полных объемах не дают то, что необходимо, потому что война достаточно масштабная в пределах, да, даже глобальных, как бы, Европы. И здесь нужно понимать, что, как бы, с интенсивностью боевых действий, которые происходят на таком большом промежутке фронта, необходимо максимально пополнять запасы, да, ремонтировать ту или иную технику, а особенно, если готовятся наступательные действия, иметь разные средства для того, чтобы, как бы, таргетировать противника. Но почему решения принимаются и надолго? Потому что есть свои внутренние дискуссии, процессы в контексте НАТО, стран НАТО, в первую очередь. Они изначально сопоставляют свои риски в прямом противовозможности прямого противостояния с Российской Федерацией государством-агрессором. Это в первую очередь. Им нужно было понять также, как мы используем ту или иную технику, насколько эффективно это на поле боя, да. И я не пытаюсь как бы быть адвокатом, принять этих решений. Я считаю, что они очень иногда долгие, особенно в контексте средств предоставления противоракетной, противообороны всей инфраструктуры, которая сейчас намного сильнее, нежели это было в начале полномасштабного вторжения. Но есть политический контекст той или иной страны, если это Соединенные Штаты Америки, они также сопоставляют свои стратегии, свои возможности, так скажем, хотя у них они самые большие в мире, нужно полагать. И риски. Риски также они учитываются, анализируются. Богдан, есть что-то было? Богдан, логично, хотел спросить. Логично, что мы, когда анализируем визит, говорим в первую очередь о том, что он дал Киеву, что он дал Украине, да, с чем Зеленский возвращается. А у меня такой вопрос. А чего он не дал Москве? Какие сигналы были посланы для Российской Федерации? Ну, первый сигнал, действительно, то, о чем Байден заявил, то есть делать ставку Путина на то, что все там, условно, устанут от этой войны и забудут о том, что нужно помогать Украине, они ложные, да, потому что, опять же, это не только, я полагаю, желание Байдена помогать, это в контексте национальных интересов Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Они это понимают, они видят, какую действительно храбрость показывают наши воины на поле боя, насколько мы эффективны, и это означает, что как раз уровень поддержки, он остается в позитивной динамике. Мы надеемся, что будет и дальше так происходить. Это первый сигнал. Второй сигнал, что, несмотря на то, что, да, избирательные процессы в Штатах, они демократически набирают оборотов в сравнении с автократами, которые сидят в Кремле, да, это не означает, что Путин должен надеяться, что кардинально что-то поменяется в контексте поддержки, опять же, Украины, от Соединенных Штатов Америки. Но я считаю, что как раз в Кремле делают ставку очень серьезную на выборы в Соединенных Штатах Америки. Они надеются, что изменения будут, они надеются, что Трамп или кто-то другой придет в овальный кабинет, и на это делается ставка. Вот как бы, да. Затяжная продолжительная война, она требует стойкости от наших партнеров в первую очередь, и эту стойкость США демонстрирует. А если тогда возвращаться к выборам в США, если предположить, что действительно Байдена может заменить Трамп или кто-то ему подобный, чего мы можем от этого ожидать? Риски всегда есть. Но только то, что касается Соединенных Штатов Америки, изменения политических, как бы, да, там, лидеров, но и других стран. В следующие годы это выборы в Европейский парламент, это выборы, там, возможно, Великобритании. Хотя здесь, как бы, не стоит нам особо, так скажем, переживать, потому что я прогнозирую, что, в принципе, как бы, те политические силы, которые сейчас и поддерживают Украину, они, в принципе, имеют все шансы. Или даже если будут некоторые изменения, как Великобритания, там, если на смену консерваторам придут лейбористы, это не означает, что уровень поддержки будет ниже. То, что касается США, там более, так скажем, серьезные риски. И нужно тщательно, внимательно анализировать нам, понимать, что на эти процессы мы не влияем и не должны влиять, но в то же время быть готовыми к разным сценариям. Это очень важно. И быть максимально готовым к тому, что Кремль попытается втянуть, так скажем, вопрос Украины внутриполитическую повестку Соединенных Штатов Америки и попытается с помощью своих каких-то точек входа в эту политическую тусовку эти вопросы делать достаточно конфликтными. Вот внутри избирательной кампании. Нам, вот я бы рекомендовал абстрагироваться максимально от внутриполитических процессов, которые будут и уже происходят в Соединенных Штатах Америки. Да, действительно, понятно, что предвыборная кампания будет крайне поляризированной в Соединенных Штатах. Давайте поговорим о визите в Канаду украинского президента. Какие выводы после этого визита, что мы получили и, опять же, какие сигналы получил Кремль? Канада наш стратегический партнер, как бы с первых дней полномасштабного вторжения. Они нам помогали, помогают и будут помогать. Визит это конкретика, да, то есть было обозначено, какие средства вооружения Канада также будет нам поставлять, там бронетранспортеры также. Поэтому усиление политической поддержки и возможность как раз повстречаться как бы тет-а-тет непосредственно, они как раз будут очень сильным фактором, инструментом для дальнейшего противостояния стратегии Федерации. Не нужно забывать, что Зеленский встречался не только с Трудо, премьер-министром, то есть он встречался также с лидерами всех фракций, партий, которые непосредственно составляют политическую систему. Канады это очень важно, вот как раз мы можем видеть, как Трудо представляют некоторых представителей этих политических сил. То есть мы максимально должны фокусироваться на всеоблемлющую поддержку. То есть это не только на уровне официальной дипломатии двусторонним, когда там главы государств встречаются. Это очень важно также сотрудничество в контексте партии также, потому что партии, они составляют вот эту систему власти. А система власти, она как раз отвечает за принятие тех или иных решений. Вот как раз, чтобы максимально большее количество партий в таком продолжительном контексте поддерживали Украину, для этого нужно встречаться, для этого нужно разговаривать, аргументировать и приглашать в Украину лидеров политических. Потому что ничего более эффективно не работает, нежели то, когда эти лидеры могут на свои глаза увидеть вот эти результаты российских агрессивных действий. Вот это наиболее сильный фактор, который влияет, кстати. Ну да, потому что это же сложно понять, когда ты за тысячи километров, но когда ты видишь результаты этих зверств, ты понимаешь, что помогать нужно, иначе эти зверства могут распространяться как раковая опухоль. Богдан, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Богдан Ференц, основатель СД-платформы, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям. Спасибо.